как быть стойкими в господи часть 2 автор брат стивен прадеб слава господу и спасибо вам за то что вы вместе с нами в нашей радиопрограмме ради трансляций как быть стойкими в господи часть 2 если дух божий показывает вам что некоторые вещи отводят вас от правильного курса и это вызывает потерю стойкости вы должны быть очень заинтересованы чтобы повиноваться господу они человеку чтобы быть угодником бога они угодником человека не имеет значения кто эти люди эти ваши дети или ваши близкие но вы должны быть стремится быть ближе господу быть угодником божи вот только после того как вы угодили богу вы можете создать свой мир со своими ближьими своей семье в назидании всего и так подобные шаги отступающие от господа идут к потере стойкости поэтому мы должны быть внимательны мы должны быть осторожны мы не должны отступать возможно вы видели многих других людей которые дрогнули которые не устояли пошли на компромисс да это правда такие люди есть и в церкви которые идут на огромный компромисс по многим направлениям такие люди есть по всему миру люди не ценят больше святости святость является вторично или третично в их концепции первое что они думают что должны чувствовать себя хорошо должны чувствовать что важны и что люди замечают их и это их сближает с мира но в вашем случае на вашем пути господу вы должны чувствовать что это компрометирует мы должны вернуться назад и сказать господи прости меня за то что я делал раньше я должен был оставить это я должен был прийти к моему господу потому что ты дал мне собственную жизнь собственную кровь и я стою гораздо больше чем как кто-то когда-либо мечтал зачем мне утверждаться в мире господи помоги мне чтобы я не отдалялся от тебя эти шаги они идут по нисходящей спирали к потере стойкости и к отступлению и как же нам сохранить эту стойкость это есть главная тема нашего сообщения и нашей сегодняшней беседы как оставаться непоколебимыми в господи и как бы стойкими в господи господь идет к тому кто непоколебим своей истине кто тверд своей святости и идет на компромисс с миром для этого нужно быть очень осторожным и это очень важно чтобы защититься от любых тенденций которые ведут к отступлению нашей христианской жизни первое мы должны быть очень осторожны и что далее нам необходимо можем назвать предметом первой необходимости молитву именно молитву чтение слова послушание божьей жизни и похвалы это необходимо абсолютно для нас чтобы идти вперед не отступая назад не откатываясь назад и не теряя почву под ногами если вы помните господь сказал в ветхом завете сынам израилевым что вы провели достаточно времени здесь в этой горе пришло время для вас чтобы двигаться вперед и об этом говорится в книге иисуса навина моисеи сказал господь остается еще много земель которым нужно взять наследие кто виноват в том что они не обладали и было ли это вина бога конечно нет бог сказал я хочу чтобы вы овладели этой землею но вы отошли от моих планов от моего календаря я хотел чтобы вы это сделали эти и другие вещи чтобы вы одержали победу и вы были в моем царстве но вы остались там где вы были прежде вы начали идти назад поэтому мы не должны быть такими и все это написано не для подражания но для того чтобы было примером что не нужно идти в неправильном направлении и терять выгоду от общения с богом израильтяне поставили под угрозу многое поэтому господу приходилось постоянно их предупреждать действительно первом послание коринфянам и втором послании коринфянам есть упоминание о том какой израильтянам были обращены слова и чтобы они не смешивали слова с верой чтобы они шли вперед и но они начали пренебрегать определенными вещами они пренебрегали законом бога намеренно и определенно иисус нами сказал что эта книга этот закон не отходит от уст твоих но нужно поучаться день и ночь чтобы в точности исполнять все что в нем написано и тогда вы сделаете свой путь процветающим и тогда у вас будет успех так что успех который желает дать нам господь основан непосредственно на его слове поэтому первое чтобы избежать отката назад в своей жизни вашей жизни нужно заниматься чтением слова божьего это очень простая вещь кто-то может подумать зачем вы говорите об этом это все уже давно поняли вы христианин вы читаете слово божье это так просто но мы говорим об этом потому что многие люди пренебрегают этим они начинают слушать других рассказы тех кто читает слова божие но если у вас есть библия если у вас есть копия библии это очень высокая ваша привилегия читать эту книгу за дня в день и знакомиться как быть на пути к богу как устоять на этом пути как идти по правильному пути нужно не только читать но и активно включать это слово в свою жизнь так чтобы оно могло служить тебе смешать его с верой и тогда она будет приносить хорошие плоды итак первое чем вы должны заниматься занимайтесь чтением слова божия первом послании к тимофею глава 4 стих 13 говорится пока я приду занимайтесь чтением наставлением к учению теперь я могу получить духовное наставление в учении и для этого у меня есть чтение слова божьего это слово нужно для того чтобы показать разницу между божьим голосом и другими голосами итак первое что нужно предотвратить себя от отката назад от сползания вниз нужно внимательно относиться к чтению библии сколько вы читаете каждый день ли вы читаете как часто вы читаете есть джентльмен который был спасен только тем что около года он был погружен в чтение библии ему никто не говорил он сам пришел на этот путь и он был спасен он у него появилась библия и хотя он много работал каждый день он приходил домой где у него была семья которая нуждалась его внимание были маленькие дети но он не пренебрегал чтением слова господа он был абсолютно и исчерпан изнурен работая по 12 14 часов в день приходя домой где нужно было готовить еду где нужно было заниматься детьми где всем нужно было его внимание где был шум и на утро снова нужно было рано вставать и вы знаете что он сделал он обнаружил для себя маленькое свободное пространство которое было в туалете это был его собственный дом на то время когда он занимался чтением библии он открывал слово божие и он читал его каждый день в течение восьми или девяти месяцев и он завершил чтение все библии и это было так потому что так желала его сердце он сказал себе я должен знать бога и поэтому он стал читать его слова каждый день и поэтому многие которые не любят читать вообще может быть привыкли к какой-то другой жизни жизни на улице или вообще не занимались какими-то образовательными действиями в этом отношении но посмотрите если есть желание и твердость этого достаточно чтобы начать читать слово божие и вы должны это сделать противном случае мы начнем почитывать на лаврах и так первое что нужно делать тщательно это постоянно обращаться к чтению слова божия второе что нужно делать заниматься молиться быть осторожным находить возможность молиться не следует пренебрегать молитвой бог говорит нам послание колоссянам глава 4 стих 2 будьте постоянны в молитве и бодрствуя с ним с благодарением и опять кто-то может говорить что это основное конечно же мы будем молиться на сколько вы молитесь как часто вы молитесь насколько хорошо вы молитесь вы молитесь с верой ваши молитвы регулярны ваши молитвы регулярны перед господом у вас есть постоянная связь что вы не видите независимо от давления мира или давление на ваше тело или от того что вы очень были заняты и изнурены работой в течение дня и это часто является решающим фактором мы можем пройти через длинный список как было что делать и чего не делать но главное это слово которым нужно быть очень осторожным хранить его приоритет и ценить его выше всего остального оценить то что чтение библии есть продукт питания питание словом божиим и как тот человек который был спасен о котором только что упоминалось что он был очень тяжелом состоянии очень тяжелых условиях но он нашел способ читать потому что у него была воля чтобы читать и так следующее что нужно делать это молитва регулярная молитва третья вещь это святые общения говорится в послании к израильтянам глава 10 стих 25 не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычай но будем увещевать или увещевать друг друга и многое другое как вы усматриваете приближение дня онова какой сегодня день день господний судный день конец поскольку у нас есть вид христиан далеко не самодовольные нужно быть осторожными когда мы занимаемся чтением слова божьего так как регулярная молитва с верой это не просто рутина но с верой и рвением не пренебрегайте но будьте осторожны это святое общение святое общение оказывает это общение не только с богом но и с другими своими единомышленниками те кто решил получить корону от господа любой ценой которые полны решимости слушать глаз господен полны решимости остаться в одиночестве если вы против них ополчились в мире против всех насмешек и преследования изоляции что очень часто происходит когда мы идем правильным путем те кто не имеют единомыслия собираются вместе это есть святое общение те кто мыслят одинаково вам нужно найти таких людей просите бога чтобы он показал вам их как я уже упоминал прежде большинство их заинтересованы в том чтобы иметь одну ногу с господом его царства чтобы найти компромисс что указывается то что нужно быть определить внимательным и определить что правильно что нужно делать а что не нужно и когда вы найдете таких людей которые хотят идти с усусом всю дорогу и угодить им которые зачислены в качестве солдат в его царстве это высокая привилегия когда вы собираетесь вместе не пропускайте такие сборы не пропускайте эти встречи а приходите и поддерживайте друг друга как вы усматриваете приближение дня унова и четвертое чтобы избежать отката вниз нужно молиться сохранять свое святое общение и очень важно построить правильным образом наш внутренний мир и поддерживать прогулку кто-то может сказать это не так просто но это понятно что это не просто но снова большинство людей не просто не слушают бога они повиновались некоторых вещах но не во всем бог хочет чтобы вы слышали сердцем чтобы вы слушали его сердцем послание к титу глава 3 стих 8 апостол говорит о поддержании хороших работ когда я слушаю иисуса плоды виноградной лозы будут течь и это будет произведено и плод будет свет который выйдет от меня в мир а затем люди увидят добрые дела и прославят моего отца который на небесах таким образом послушание необходимо верно говоря что мы желаем чтобы веровавшие в бога старались быть прилежными добрым делам если у вас что-то в вашей жизни добрые дела идущие от живой веры и там говорится что это хорошо и это полезно людям мы не просто говорим о благотворительности без истинной веры мы говорим о тех кто были привиты к лозе иисуса и его жизнь проходила через них и они произвели добрый плод который становится благотворительной деятельностью они знают кто они во христе и они планируют производить добрые дела и эти добрые дела будут продолжаться посетите наш сайт в интернете www.lbsinternationalministries.org пишите к нам по адресу или по обычной почте www.lbsinternationalministries.org почтовый ящик 966 Гошин, Нью-Йорк 10 924 США до следующего раза до следующей нашей радиопрограммы и пусть Господь благословит вас и пусть Господь благословит вас